Одним из первых пунктов рабочей поездки чрезвычайного и полномочного посла Французской Республики в Беларуси Доминик Газюи стала средняя школа номер 15, больше известная в городе как Белорусское учреждение с французской душой. Уже не одно десятилетие в списке профильных предметов учащихся стоит родной язык мупасана и бальзака, изучение которого ребята успешно совмещают с занятиями в фольклорных коллективах и краеведением. К слову, и экскурсии в Музее белорусских традиций для франкоязычных гостей они также проводят на французском. И это лишь часть успешного обучения, которое реализуется совместными усилиями. Это и книги, диски, фильмы, которые постоянно даются в Даршколе. Плюс ко всему это, конечно, очень много конкурсов, артистических акций, которые организует посольство Франции в сотрудничестве с Министерством образования Республики Беларусь. Образовательная сфера – один из примеров эффективного французско-белорусского сотрудничества, которое продолжается уже не один год. Однако в современном мире, где с каждым годом все активнее развиваются рыночные отношения, нужно уметь торговать, искать надежных партнеров, внедрять новые технологии и перспективные идеи на производство и в промышленность. Об этом шел предметный разговор во время встречи чрезвычайного и полномочного посла Французской Республики с председателем Брестского облсполкома Анатолием Лисом. В 2015 году товарооборот между нашим регионом и Французской Республикой составил порядка 30 миллионов долларов, что, как подчеркнул губернатор, не является пределом. Многие возможности пока еще не использованы. Перспективной является совместная деятельность их перерабатывающего возраста. Мы достигли определенных успехов в развитии мясо-молочного возраста. Многие виды продукции, которые известны далеко за пределами страны, в том числе и в странах Евросоюза. Конечно, мы знаем, что Франция, она отличается, что у вас наочная продукция очень активно высокие технологии. И в этом плане, конечно, мы готовы, мы сотрудничаем, готовы, конечно, сотрудничать. Я верю в точечное сотрудничество с регионами, которое обычно приносит более серьезные успехи. И когда мы видим заинтересованные в сотрудничестве регионы, мы их не упускаем из внимания. Например, сегодня в партнерстве с Беларусью заинтересован Леон и Лазурный берег. Диалог взглядов и культур продолжился в Брестском горосполкоме. Во время встречи мэр областного центра Александр Рогачук выразил уверенность, что этот открытый диалог – еще одна ступенька на пути установления деловых контактов. Граноначальник обратил свое внимание на то, почему сегодня так важно развивать побратимские связи, и что в этой сфере уже сделано. К слову, у Бреста уже налажено тесное сотрудничество с двумя французскими городами. Как отметила Доминик Газюи, в этом плане есть обоюдный интерес. Особое внимание во время встречи было уделено развитию туристического направления и строительству в Бресте сети специализированных объектов, в частности, гостиниц под известным мировым брендом «Ибис». Не остался без внимания и вопрос эффективности работы в Бресте французского консульства. Полтора года я работаю председателем госполкома, и очень рад, что вот эти полтора года были связаны с приятными событиями в городе, и в том числе с вашей подачи, открытия вот этого почетного нашего консульства. Да, это было важно. Это важно, я вам так скажу. Многие задавали, зачем это, для чего надо и так далее, но вот за эти полтора года, за этот год, может быть, активной работы консульства, почетное консульство стало таким, ну не очагом французской культуры, но центром популяризации французской жизни вообще, французской культуры. Это я вам дарю откровенно.